Гул комбайнов, палящее солнце и спелые, словно налившиеся золотом колоссия. Уборочная кампания в Краснодарском крае выходит на финишную прямую. Успеть все собрать надо до конца недели. Плохая погода мешала начать работы вовремя. Техника выходит в поле круглосуточно. С учетом высокого спроса на зерно, работы в этом году только больше, как и урожая. В данный момент урожай свыше 70 центеров. И мы планируем где-то 73-74 центера получить с одного гектара убранной площади. Всего уже убрано больше половины кубанских полей. Это хорошо видно с воздуха. В поле, где сейчас убирают озимую пшеницу, сегодня побывал Вениамин Кондратьев. Глава региона ознакомился с тем, как идет джатва, а затем вместе с комбайнерами во время перерыва на обед побеседовал на открытом воздухе. Речь зашла не столько об урожае, который обещает быть рекордным, сколько о том, сложно ли сейчас прожить на селе. Молоко вообще по дешевке покупают 15-17 рублей. Вот у населения принимают. Возьмите, 900 грамм стоит 45 рублей в магазине. И вот я тоже продал всех коров, потому что мне невыгодно, смысл. Все накупи, все купи. Все купи, и я еще и в убытке остаюсь. Кубань всегда была зажиточная. Сегодня это понятие относительное. И это тоже правда жизни. Сегодня нет у них условий для зажиточности, потому что они не могут стать зажиточными. А моя задача – вернуть селу тот образ, который был изначально. Все всегда с России, с остальной части России приезжали и говорили, как вы тут живете, у вас тут всего много и всего вдоволь. Давайте пока держимся, пока держаться. Я максимально приложу усилия, чтобы все-таки при вашей поддержке создать систему, чтобы село жило. Оно должно жить. Другого пути нет. Главе региона многие рассказывают, что нередко возникают мысли променять станицу на мегаполис. Ведь перспектив там больше и зарплаты выше. Механизатор Денис расспрашивает главу региона о господдержке в покупке жилья в родной деревне. Собственные квадратные метры сегодня одно из главных условий, чтобы привлечь молодые кадры на село. Денис, если у тебя вот этот жилье здесь будет, ты останешься или уедешься на город? Останусь. Вот это уже заставляет искать вот эту систему, чтобы жилье у ребят и у семей на селе было. После встречи с работниками в поле Вениамин Кондратьев отправился в Тимошевский район на одно из самых сладких предприятий – кондитерскую фабрику «Кубань». Почти треть всех печений, конфет, мармелада, производимых в крае, выпускают именно здесь. Правда, на региональном рынке остаются около 40% сладости. Директор фабрики объясняет – качественные конфеты по классической рецептуре в России уже мало кто выпускает. Поэтому кубанские сладости – забытый вкус детства, который востребован по всей стране. Вот то, что у нас московские фабрики, мы гордились ими. Уже не надо ими гордиться, потому что там АТУ работают. Вот в чем вопрос. И уже не та белочка, не тот мишка на севере и так далее. И мы обманываем детей, если хотим хорошие конфеты купить. Может, белочка и та, но эффект от нее другой. Эффект другой, да. И последствия особенно, да, о качестве продукта, да. Чтобы эффект был правильный. Собственно, для этого Вениамин Кондратьев и проводит первое заседание Аграрного совета, которое создали два месяца назад. В него входят не чиновники, а как раз сами сельхозники – от фермеров до переработчиков. Именно такая площадка позволит не только спускать идеи сверху, но и поднимать инициативу снизу, от тех, кто на земле, и реально видит, что нужно агропромышленному комплексу региона. Главная проблема, о которой говорят многие сельчане – низкая привлекательность жизни в деревне. Чтобы молодежь оставалась на земле, им нужно создавать условия. Главная проблема, конечно, сегодня – это нехватка специалистов. Мы должны все вместе, вот все вместе подумать, как сделать так, чтобы они были, эти специалисты. Надо четко и системно, но реально пересматривать бюджет в сторону того, чтобы все-таки жилье у молодых специалистов и их семей, по крайней мере, однозначно на селе появились. Пусть не через год, через два, не через два, через пять, но они квартиру или дом смогут построить, или получить квартиру. Но это должна быть системная работа, кадровая работа с выпускниками вузов. Мы это можем без конца обсуждать, поэтому я просто вам поручаю, вы проработаете вопрос, на самом деле, очень такой системный. По сути, должна быть четкая взаимосвязь между вашим кадровым управлением, районами и аграрным университетом. Одним из самых будоражащих ум и фермеров вопросов стала проблема отечественной селекции. Если пшеница – это почти все сорта, которые вывели на Кубани, то остальные культуры таким похвастать не могут. Семена овощей почти на 80% зарубежные. Больше половины материала для посадки кукурузы и подсолнечника тоже импортные. Кубанские селекционеры уже подсчитали, сколько можно было сэкономить, если засевать поля кубанскими сортами. Их семена гораздо дороже, чем отечественные семена. В этом году, если бы все площади подсолнечника были засеяны отечественными сортами, то мы бы сэкономили практически 1 миллиард рублей только на семенах подсолнечника на территории Краснодарского края. Но самая критичная ситуация в этом вопросе – с сахарной свеклой. Ее семена почти полностью заграничные. То, что семеноводческой отрасли крайнеобходима перезагрузка, согласны и ученые, и фермеры. Правда, последние не всегда готовы брать местные семена, так как иностранные компании предлагают их бесплатно для ознакомления. В этом случае Вениамин Кондратьев замечает, кубанская наука не должна быть только ради науки. О практичности применения своих исследований селекционеры тоже не должны забывать. Мы сидим на игле, на семеноводство. Завтра нам запретят, не 90% обеспечен этот. Мы 100% импортных семян. Никаких 90%. 100% в зависимости от импортных семян. У нас в крае никто не занимает семеноводство. Никто. Федор Иванович, коллеги, вот как вариант предлагаю, что в Краснодарском крае нужна собственная программа семеноводства. Андрей Игоревич, мы должны четко понимать, что она должна быть живой. Два месяца разрабатывайте, прорабатывайте, встречайтесь хоть сто раз. Но мы хоть что-то начнем делать, а сегодня мы ничего не делаем. Мы сегодня полностью семенозависимы, полностью. Завтра нам перекроют и все, и приплывем. Никакой экономики, ничего. Если просто сегодня профукаем. И другого пути у нас нет. Как самим себя спасать. Кубань, Кубань, 24.